Приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби продолжаю дальше собирать т-72 b1 ну и уже вырисовывается силуэт танка так вот пока что получается как видите собрал ствол начал собирать башню пока только на сухую собираю корпус проверяю стыковку стыковка отличная все стыкуется на передний бронелист установил навесную броню но еще пока ничего не вклеивал когда буду делать триплексы прицелы чтобы сразу сделать на башню на корпус а после этого уже начну все вклеивать пока идет только подгон деталей получается все отлично сейчас займусь башней наборе дан литник с подбоем на башню литник сделан с такой силиконовый прорезиненного такого материала чтобы хорошо облегал башню чтобы хорошо ровно ложился и кстати этот материал очень хорошо растворяется клеем клея использую мистер хобби супер текучка я этим клеем приклеил чехол на маску пушки тоже с такого же материал кто делал т-90 или т-72 b3 фирмы мэнк те встречали уже этот материал и примерно представляете о чем я говорю только ножичками его обрабатывать проблематично так вот аккуратно лишний облой как бы снимаю на местах срезов будем приклеивать посмотрим как он ляжет при помощи клея самая такая надоедливая работа это работать с какой-то мелочевкой дополнительную защиту я буду делать за кадром работа вроде бы нетрудная но довольно нудная занимает много времени срезаем все лишнее сейчас наверное я предварительно подготовлю эти детали а потом буду ставить здесь смочим клеем вот одно только что супер текучкой плохо делать это смазывать большие поверхности что очень быстро испаряется зато в другом очень хороший клей пальцами прижимаю и по швам промазываю клеем клей высыхает довольно быстро и долго держать не приходится главное видео показать сам процесс и что это прорезиненная силиконовая деталь хорошо пристает корпусу танка и клей ее растворяет вот и здесь немножко главное аккуратненько делать вот он приклеивается сейчас подготовлю еще несколько деталей чтобы на видео не уходило много времени и будем дальше приклеивать теперь следующие детали под них дырки сделаны здесь шпеньки уже не ошибетесь в их установке уже не ошибетесь в их установке так главное чтобы клей не просочился через дырочку на этом материале не осталось отпечатка пальца очень сильно клей растворяет вот под эту деталь три три отверстия вот 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 как видите, так растворяется, видно. Довольно красиво смотрится на башне. Следующая деталь. Тоже аккуратно. Когда делаешь аккуратную работу, конечно, на камеру снимать сложновато. Может, многие обижаются, что не вся сборка подробная. Но тоже, друзья, поймите, иногда и времени нету мелочевку снимать, что и делаешь ночью, чтобы никому не мешать. Пока все зачистишь, пока все обработаешь, склеишь. На самом деле довольно немало времени на это уходит. Да и подробно снять тоже не получится все. Потом это надо все обработать, сделать видео, чтобы оно было доступно и понятно для всех. и для начинающих моделистов, и для тех, кто давно занимается моделизмом. Готовим дальше. Конечно, интересное решение придумали они с силиконовыми деталями. Не знаю, могли бы и башню сразу отлить с подбоем. Ну, пришли вот к такому интересному решению. Да, башня идет под разные модификации. Поэтому проще было им сделать дополнительный литник. Главное, что он хорошо клеится. Потом установим док-броню, и будет очень красиво смотреться. Главное, посматривать в инструкцию, чтобы все правильно поставить на свои места. Вот, можно сказать, что... Матеряк Вроде бы всё аккуратно, красиво. Главное не расслабляться, чтобы где-нибудь что-нибудь не запороть. Вроде бы всё. Главное, чтобы потом при покраске, когда будем наклеивать маски, эта штука не отклеилась. Будем аккуратно делать. Деталь довольно сложная. Наверное, приклею я её без камеры. Да, немного пришлось повозиться. Ушло немало времени, чтобы хорошо стыковать и приклеить три детали на заднюю часть башни. Ну, вроде бы всё получилось. Осталось доклеить ещё две небольших детали. Главное теперь, чтобы они хорошо держались. Лучше не пожалеть клея, немножко побольше пролить. При этом надо аккуратно приклеивать. Лучше какое-то время подержать. Но она хорошо с пластиком сцепилась. Вот. Как видите, деталей вроде бы её немного, но время около получаса потрачено. Может даже немного и больше. Ну, вот так, друзья, получилось. Силиконовые детали все приклеены. И пусть подсыхают. Собрал три ящика. Навесных на башню. Ну, их уже приклею после того, как сделаю дополнительную броню. На этом, друзья, буду заканчивать эту серию. Спасибо за просмотр. Спасибо за комментарии. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Оставайтесь с нами. Скоро будут новые серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok